Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. Сегодня покупки из магазина Фикс Прайс. Давайте начнем с самых крупногабаритных товаров. Полотенца бумажные в этот раз были представлены только в таком единственном варианте. Это папия. 4 рулона, трехслойные полотенца. Цена упаковки 99 рублей. В общем-то не так уж дешево, но на самом деле дешевле, чем во всех остальных магазинах. Сами полотенца хорошего качества. Я подобные приобретала. Действительно они плотные, хорошо впитывают воду. Для всяких хозяйственно-бытовых целей отлично подходят. И постоянно покупаю полотенца универсальные вискозные от марки Боун Хоум. Также за 99 рублей. В упаковке 80 штук. Я использую как одноразовые тряпочки для уборки. И была всего еще одна хозяйственная покупка. Также от марки Боун Хоум. Это перчатки хозяйственные резиновые. Стоят они 55 рублей, но в упаковке идут две пары. То есть получается одна пара 27,50, что конечно же недорого. Подобные перчатки от Боун Хоум я покупала. Качество у них неплохое, среднее. Понятно, что такой товар он все равно вечным не будет. И когда-то перчатки рвутся, их приходится заново покупать. Теперь я вам покажу покупки, которые были сделаны для меня. Во-первых, вот такие резинки для волос от марки Инстайл. 10 резинок в упаковке. Цена, как вы видите, 55 рублей. Я подобные резинки покупаю в фикс прайс, наверное, уже года 2 или 3. Единственный минус, заметила, что качество у них ухудшилось. Если раньше такой резинкой можно было пользоваться, я не знаю, месяц-два, и она не растягивалась, прекрасно держала волосы, то сейчас эта резинка растягивается достаточно быстро. Но продолжаю покупать, так как это единственный вариант, который, как вы видите, идет просто тканевая резинка, без всяких каких-то декоративных элементов, металлических деталей. Мне удобно ими пользоваться. Также не первый раз покупаю вот такие палочки для маникюра деревянные в упаковке 30 штук. Стоит упаковка 55 рублей. Среднего качества. Бывают на них какие-то небольшие зазубринки. Конечно, подойдут только для домашнего, непрофессионального маникюра. Но меня качество устраивает, я ими пользуюсь. Конечно, каждая такая палочка одна одноразовая. Но за 30 штук 55 рублей совсем недорого. Заинтересовал меня вот такой продукт. Венатол ZD гель для ног. Он содержит троксерутин. Вот что нам обещает производитель. Охлаждает, освеживает, снижает ощущение усталости. 50 миллилитров стоил 55 рублей. Кому важно, я думаю, может быть, кому-то действительно это важно. Вот состав данного продукта. Как вы видите, в составе есть троксерутин. И я распаковала уже этот гель и пользуюсь. Вот такая туба была в упаковке. Как бы обычная, стандартная. Для усталых ног, нам пишет производитель. Это действительно вот такой гелеобразный продукт. С достаточно нейтральной отдушкой. Я им уже пользуюсь. Наношу в основном после спортивных занятий. Да, на какое-то время он охлаждает, освежает. Тоже на какое-то, правда, минимальное время снижает ощущение усталости и тяжести. Но, если вы видели ранее, в Фикс Прайс продавался продукт, который назывался, по-моему, троксерутин. Вот он действовал лучше. У него было лучше охлаждающее действие. И на более длительное время снимало ощущение усталости. Этот продукт, ну так, на 3 с плюсом, на 4. Тюбик использую, но, скорее всего, повторять не буду. И приобрела два продукта для рук. Это вот такие кремы. Значит, морожковый, молодильный крем для рук стоил 55 рублей. Здесь у нас в объеме 75 миллилитров. Я открыла уже крем. Кстати, хочу сказать, что все три тюбика были зафольгированы. У всех трех отличный срок годности. Морожковый крем мне понравился. Он, скорее, увлажняющий. Увлажняет неплохо. Я использую его практически после каждого мытья рук. У него очень приятный аромат. Ну, такой легкий увлажняющий крем на каждый день за 75 миллилитров 55 рублей. По-моему, совсем недорого. Второй крем, хотя стоил дешевле 50 рублей. Объем здесь больше 100 миллилитров. Это крем для рук от марки Зеленая аптека. Производитель напишет, что это вторая кожа для экстремально сухой кожи. Да, могу с производителем согласиться. Я этот крем также открыла и использую. Это уже, скорее, питательный крем. Причем питает достаточно хорошо. Я собираюсь, кстати, использовать не только для рук, ну, в общем-то, использую уже, но и смазываю им локти. Он действительно питает на достаточно длительное время. Отдушка у него менее приятная, чем вот у этого мороженого. Скорее, такая, ну, знаете, кремово-нейтральная, достаточно простенькая. Но по действию он мне очень понравился. Поэтому покупкой довольна. Пользоваться буду с удовольствием. Еще одна покупка, тоже по необходимости. Это набор декоративных гелевых ручек. Цена 77 рублей. В упаковке 7 штук. Получается, вы понимаете, буквально копеечная цена за каждую ручку. Всего лишь 11 рублей. Как вы видите, одну я из упаковки уже вытащила. Использую. Качество этих гелевых ручек неплохое. Пишет хорошо. Единственное, мне показалось, как бы, немного твердой. Твердо пишет. Бывают ручки, да, которые у нас, как бы, пишут очень мягко. А вот это пишет немного твердо. Ну, в принципе, пользоваться можно. Качество меня устроило. Поэтому эту упаковку использую с удовольствием. Надеюсь, что все ручки будут нормально писать. И покажу немного съедобных покупок. Я практически никогда не ухожу из фикс-прайс без вот таких протеиновых кокосовых батончиков. Стоит он теперь уже 27,50. Кстати, заметила, что все товары фикс-прайс подорожали. То, что стоило 50, стоит 55. То, что стоило 55,77. Ну и так далее. В общем, все дороже и дороже становится. Магазин. Батончики вкусные. 27,50. Это нормальная цена. Буду покупать дальше. Купила две баночки вот такого пюре яблочного без добавления сахара от Сады Придони. Каждая баночка стоила 25 рублей. Как вы видите, осталась одна. Одну я уже съела. Обожаю такое пюре в качестве перекуса. Очень вкусно, полезно, без добавления сахара. Отличный продукт. В очередной раз приобрела коктейли от Молочной речки. Каждый коктейль стоит 18,30. Состав уже много-много раз показывала. Хороший, нормальный состав у этих коктейлей. Хранятся они в моем магазине в холодильнике. Приобрела два шоколадных и два банановых. И заинтересовал меня вот такой продукт. Это круассаны мини от марки Монблан. Здесь у нас в упаковке даже не вижу сколько грамм. Упаковка, кстати, не маленькая. Такая среднего размера. Мне кажется, здесь грамм, наверное, 150, а может быть, даже 200. Стоила упаковка всего лишь 25 рублей. Я уж думаю, обычный круассан вряд ли чем-то можно испортить. Надеюсь, будут достаточно вкусные утром с кофе. Там такой круассанчик очень неплохо съесть. Это были все мои покупки. Больше меня ничего не заинтересовало. Какие-то новинки в магазине были. Но кто смотрит часто мои видео, знает, что я равнодушна и к блокнотам, и к какой-то мимимишной канцелярии, к каким-то там статуэткам и так далее. Ну, в общем-то, купила все нужное и в хозяйстве, и себе лично. Всем спасибо за просмотр этого видео. Кстати, интересно будет почитать в комментариях, а что вы постоянно покупаете фикс-прайс. Ну, конечно, если вы входите в такой эконом-магазин. Всем отличного настроения. Всем удачного, удачного дня и весеннего настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok